С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые за последние две недели. Рубль отыграл у европейца более процента, сообщает российская газета. Курс доллара также опустился более чем на процент, ниже 66 рублей. Рубль растет на фоне дорожающей нефти. За баррель Brent на лондонской межконтинентальной бирже на пике давали 48,4 доллара, приростом более процента. За баррель VTI – 45,1 доллара. Рубль отыграл у европейца. По словам министра финансов Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета в первом полугодии составил 2,3 ВВП. И впервые с 2010 года наблюдается превышение расходов над доходами. Экономические реалии подвели к тому, что страна вновь переходит на принцип однолетнего бюджета. Соответствующий проект закона на следующий год будет рассмотрен в Госдуме на этой неделе. Целесообразность перехода на однолетний бюджет по предложению главы региона Игоря Кошина рассматривается и в нашем округе. Губернатор подчеркнул необходимость детальной оценки ситуации как в доходной, так и в расходной части бюджета. Отметив, что при существующей нестабильности цен на нефть и, соответственно, курса рубля, эффективность трехлетнего планирования вызывает определенные сомнения. Такую же позицию высказывает и сенатор от Ненинского округа Вадим Тюльпанов. Годовой бюджет – это оптимальный вариант, который сама жизнь диктует. Трехлетний бюджет, его просто невозможно посчитать, на мой взгляд, в силу того, что в том числе и инфляция происходит, и по многим другим причинам. Подготовка к формированию бюджета 2016 уже началась. В собрании депутатов проходят заседания и комиссии. Главной в обсуждениях – новая стратегия формирования бюджета, где приоритетом остается сохранение социальной направленности основного финансового документа. В чем новый подход? Прежде всего, в переходе на принцип адресности и нуждаемости социальной поддержки населения. Поправки в ряд социальных законов стали предметом обсуждения на комиссии по социальной политике собрания депутатов. Народные избранники таким образом хотят поддержать наиболее незащищенные слои населения. Принцип предоставления социальной поддержки и ее размер изменится для инвалидов, многодетных семей и ветеранов труда. Соответствующие законопроекты уже разработаны Министерством труда и социальной защиты России и после утверждения в Государственной Думе станут основой для принятия аналогичных мер в субъектах с учетом региональной специфики. В Нинецком округе к разработке критериев нуждаемости и адресности при реализации региональной социальной политики приступили уже сейчас. По словам руководителя департамента Нинель Семяшкиной, подготовку к исполнению федерального законодательства начали заранее, чтобы совместно с собранием депутатов каждый вопрос проработать более детально. На обсуждение комиссии по социальной политике окружного парламента вынесли 11 вопросов. Самой обсуждаемой темой стали льготы для многодетных семей. Для них планируется в дальнейшем сохранить выплаты, но при условии, что семья проживает на территории округа не менее пяти лет. При этом доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов. Кроме того, внесены изменения в законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Сейчас эту выплату предлагают распространить только после рождения четвертого и последующих детей. Наши социальные законы все делают для того, чтобы у людей не было стены никуда. К сожалению, сегодня такая ситуация. Мы в июне могли тренировать документы, сколько у нас получает многодетная семья, где можно не работать. Если раньше, многодетная семья создавалась для того, чтобы было много работников в семье. То есть семья лучше могла вышить в этих условиях. Сегодня у нас многодетная семья. Это будет как можно больше получателей социальных льгот. И дети, выросшие в многодетных семей, я четко могу вам принести примеры, они тут же становятся получателями социальных пособий. Вот многодетная семья, 9 детей. Мать ждет 10-го ребенка. Старшая дочь, инвалид, имеет ребенка, живет на пособия. Вторая дочь, 21 год, имеет трех детей, живет на пособия. Супруг ни у той, ни у другой женщины. Официальных нет, неофициальные, не работают, семье не помогают. Вот сегодня, к сожалению, мы поддерживаем такой образ жизни. В детский отдых тоже внесены изменения. По путевке мать и дитя смогут поехать дети в возрасте от 4 до 9 лет. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15 лет. Практика этого года показала, что средств заложено в бюджете, их недостаточно. И организованного детей позволит больше охватить этим отдыхом детей. Потому что в данном случае мы же говорим о здравлении отдыха детей. И вот это отвлечение средств на отдых родителей, которые с ними едут, он как раз сокращает количество возможных путевок, которые мы можем обеспечить детей. Уменьшение возраста сотрудники здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящая и составляет на ребенка и родителя более 100 тысяч рублей. До такую сумму могут оздоровить максимум 5 ребятишек. Начиная с 10 лет, ребенок может отдохнуть в составе организованной группы, направляющейся на отдых в детский оздоровительный лагерь. Дополнительные критерии предлагается ввести в законодательство о звании ветеранов труда Ненецкого округа. Я еще хочу сказать, что ветеран Ненецкого округа, звание должно быть очень достойным, очень таким ответственным, статусным. А на сегодняшний день у нас, вот я еще раз говорю, 30 или 35 отработок имеет право. Присваивать звание за 30 календарных лет женщинам и 35 мужчинам планируются лицам, имеющие почетные звания, грамоты и другие награды. Для тех, кто не имеет трудовых наград, стаж увеличивается на 5 лет и составляет для женщин 35 календарных лет, а для мужчин 40. Еще одни изменения для ветеранов труда касаются выплат ко дню рождения Ненецкого округа. Если раньше сумма составляла 10 тысяч рублей, то сейчас ее предлагают уменьшить до 5 тысяч. По словам депутатов, данная мера может носить временный характер в связи со сложными экономическими условиями. Внести изменения предлагает из закона компенсации расходов на оплату стоимости проезда раз в два года к месту отдыха и обратно неработающим инвалидам. В частности, предлагается дополнить закон критерием о размере среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В целях более эффективной реализации данной меры соцподдержки, проектам предлагается ввести пункт об оплате проекта граждан, сопровождающих лиц, имеющих инвалидность первой группы, к месту сопровождения. Еще один рассматриваемый вопрос касался автотранспортного предприятия, который ежегодно несет немалые убытки из-за перевозки льготных категорий граждан. Перед тем, как внести изменения, сотрудниками департамента были проведены анкетирования. Мы одновременно провели анкетирование, нам помогли в это медицинские учреждения. Насколько часто население пользуется автобусными перевозками, к сожалению, анкеты, причем, не были разные, но от разных категорий возрастов. И востребованность пассажирских перевозок к общественным транспортам именно от АТП у нас, к сожалению, незначительна. Планируется, что лица пожилого возраста будут платить 20% от стоимости билета, а студенты – 50%. Эти новые критерии социальной поддержки еще будут рассматриваться на заседании комитета. Впереди обсуждение и только потом принятие законопроекта с учетом пожелания населения. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Новые подходы к формированию бюджета – это целый ряд мероприятий. И оптимизация расходов, и выстраивание работы госкомпании с учетом разумности и оправданности госфинансирования, и внедрение новых инновационных проектов и многое другое. И все это для достижения главной цели – устойчивого развития региона в современных экономических условиях. Об этом сегодня говорилось и на Арктическом совете, который проходит в Архангельске. В мероприятии принимают участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, полпредпрезидента Владимир Булавин, специальный представитель президента Артур Челенгаров и глава регионов Северо-Запада, в их числе и глава нашего региона Игорь Кошин. На международной конференции обеспечения безопасности и устойчивого развития арктического региона, сохранения экосистем и традиционного образа жизни коренного населения Арктики представлено мнение не только представителей научной общественности. Губернаторы арктических регионов Игорь Орлов, Игорь Кошин и Вячеслав Гайзер озвучат свое видение социальной и экономической активности власти для поддержки коренных малочисленных народов Севера. Успех устойчивого развития коренного населения Арктики в балансе между сохранением традиций и внедрением современных технологий. К примеру, наш проект кочевых школ предусматривает использование электронных учебников, а классы по изучению Ненецкого в школах округа оснащены мультимедийным оборудованием. Как бы странно это ни звучало, прогресс помогает нам сохранять культуру коренных народов, а поднятию престижа профессии оленеводов способствует целевая экономическая поддержка от государства. Сегодня мы субсидируем не все издержки, а часть затрат в зависимости от объема производственной и реализованной продукции. Тогда получаем реальный результат. Наринмар-Дорремстрой приступила к ремонту дороги Наринмар-Красная и Наринмар-Лаевош. Заказчиком работ выступает дирекция транспорта и дорожного хозяйства округа. Государственным контрактом предусмотрены работы по отсыпке песком, укреплению и подъему земляного полотна дороги, а также ремонт водопропускных труб. Всего, по словам дорожников, необходимо отсыпать 50 тысяч кубометров песка и 10 тысяч кубометров щебня. Дорога после ремонта станет выше примерно на полметра, что позволит повысить качество трассы и ее проходимость. Как отметил руководитель дорожной организации Владимир Низьев, в настоящий момент на начальном этапе задействовано порядка 6 единиц техники и бригада из 14 человек. По мере необходимости будут подключены дополнительные силы. Задача дорожников-строителей выполнить работы до наступления морозов, которые ожидают в регионе не раньше начала ноября. Строительный брак или халатность? Ответ на этот вопрос продолжают искать обладатели квартир в новом микрорайоне. Трещат по швам. Жители новостроек по улице авиаторов не успели обжить долгожданные квартиры, а уже называют их аварийными. Почему, выясняла наша съемочная группа. Искусство в онлайне слушателями виртуального концерта классической музыки стали ученики музыкальных школ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов супер предложение. Подробности по телефону 2-17-17. Твое видео на севере. Вы автор мастер-класса, курса лекции или тренинга. Вам нужна видеовизитка на сайт. Вы хотите рассказать о своем товаре или услуге и разместить в интернет-магазине. Мы запишем и смонтируем это видео для вас. Всего за 20 тысяч рублей вы получите аренду хромакейной студии на 2 часа, видеозапись, статичный или динамичный фон заднего плана и смонтированный видеофильм. Закажи свой видеоролик сейчас. 2-17-17. Строительный брак или халатность? Ответ на этот вопрос продолжают искать жители новостроек в микрорайоне авиаторов. Дома, которые возвели всего год назад, трещат буквально по швам. Во многих квартирах стены пропускают холод. Система отопления при этом не спасает. Что будет зимой, люди боятся даже представить. Ведь предыдущая показала. Новостройки не способны выстоять и минус 20. Больше всех страдают владельцы так называемых угловых квартир. Управляющая компания еще весной пообещала жильцам, что обязательно утеплит стены строений. Ну а что на деле, расскажем прямо сейчас. Не очень сильно рад был, что переехал. У меня в деревянном доме теплее было, в старом. Семья Петровых в новенькую квартиру заехала еще весной. Уже тогда температурный режим в помещениях не соответствовал норме. А повсюду наблюдался строительный брак. Десятки трещин, огромные щели и отваливающаяся плитка. Для молодой семьи это стало лишь началом больших испытаний. Позвонили в управляющую компанию. Нам сказали, занимайтесь сами этим ремонтом. Скинули трубку, больше не брали трубку. То есть, как бы, ну, очень похабно отвечают. Чуть позже в квартире начал отходить линолеум. Отпали плинтуса. Входная дверь и вовсе заблокировалась. Ее вскрывали уже спасатели. Я вот для интереса просто посмотрел по интернету. Сантехника вся, все материалы, которые здесь используются, очень, ну, самые-самые низкого качества. То есть, сделано очень, по минимуму. А вот такой водой сейчас приходится мыться всему дому. Пропускать бесполезно. Управляющая компания считает, что ржавую воду поставляет по КТС. Система водоснабжения в строениях, мол, промыта. Я не могу запачкать воду в отдельном взятом доме или квартире, так? И потом ее никуда не применить, правильно? То есть, она прошла грязно, если пришла, да? Прошла через дом и вернулась к котельной. Однако не так давно санэпидемстанция взяла пробы воды. Результаты подтвердили руководство. Управляющая компанией «Наш дом», который обслуживает строение на авиаторов, нагло лжет и жильцам, и журналистам. Взяли анализ воды из нашего колодца. Вот перед домом вода была чистая. А взяли анализ воды в самом доме, вода оказалась грязной. Все это потому, что при сдаче в эксплуатацию не была проведена промывка системы водоснабжения и отопления. Управдом, к слову, уже не раз обводил жильцов вокруг пальца. Вводил заблуждения и власти. По мнению коммунальщиков, собственники квартир сами выдумывают проблемы. Сами портят линолеум, сами рушат стены. Может быть, он прибивал шкаф. Может быть, он вешал зеркало, правильно? Или он еще что-то... Ну, может быть, искажает факты. Могут искажать, могут. Человек может ошибаться, может что-то там придумать другое. Все может быть. Но когда речь идет о невыполненных обещаниях хозяйственников, то руководство всегда находит причины, из-за которых не сделаны те или иные работы. Эти металлические леса здесь установили еще в начале июня. За лето строители пообещали утеплить новостройки. Но работы до сих пор не ведутся. То, что здесь хоть что-нибудь сделают до наступления первых холодов, верится уже с трудом. В июне где-то они, я не знаю, но недели две поработали. Ну, как работают, сейчас даже видно. Они просто замазывают швы. Вот так называемое утепление. Потом я уезжала в отпуск. У меня не было три недели. И вот сегодня ровно три недели, как я приехала, леса как встали, так и стояли. И вот нарисовались там два молодых человека. Как будто они выполняют работу по утеплению. Никто их не контролирует. Управляющая компания списала все на отсутствие средств и материалов. То есть почти два летних месяца утеплением дома не занимались. А ближе к осени работы начались. Но жильцы уверены, утеплять стены нужно не герметиком, а как минимум специальной строительной ватой. По вашему же телевидению, когда выступал Гончаров, он сказал, что вроде как эти дома для нашего варианта северного непригодны. Что нам делать? Куда нас теперь переселять будут? Зима пока же. А вот Александр Петров теперь надеется только на себя. Понятие «управляющая компания» для молодого человека пропало навсегда. Совсем скоро его семье предстоит пережить новое и, пожалуй, самое сложное испытание. За полярную зиму. Олег Катанзейский, Роман Делимарский, телеканал «Север». Виртуальное общение в мире музыки. Ученики музыкальных школ города и поселка Искатели стали зрителями онлайн-выступления Уральского музыкального колледжа. Этот концерт – один из практических результатов второго фестиваля классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике». Камерный оркестр музыкального колледжа играет музыку в великих династиях. Концертная программа составлена к 400-летию восстановления российской государственности и 175-летию основания музыкального общества. Его основателем была династия Романовых, при которых в России появились учебные, театральные и концертные организации. Уникальные произведения самого императора Александра II слушали в Надыме, Севастополе и Нарьенмаре одновременно. Трансляция концерта шла в прямом эфире. Это как бы является продолжением «Дни высокой музыки в Нарьенмаре, в Арктике». И вот при этой встрече мы решили, что взаимная связь между Уральским музыкальным колледжем и нашим округом должна быть. Сотрудничество с колледжем, в котором получают как общие, так и музыкальное образование, открывает дорогу в мир музыки талантливым ребятам. Например, после окончания СУЗа есть возможность поступить в консерваторию. А ещё это онлайн-концерты и мастер-классы. Я думаю, что это должно прижиться. И если действительно интернет нам позволит это осуществить даже в стенах нашей школы самостоятельно, то это будет ещё лучше, проще. Нам будет проще их собрать в школе большее количество детей. Но я думаю, что это интересно. Это здорово. И для развития детей это огромный-огромный плюс. К сожалению, первый виртуальный концерт на ренмарские зрители увидели не до конца. Не позволил интернет. Однако его организаторы пообещали сделать запись и отправить её ученикам музыкальных школ округа, чтобы высокое искусство было доступно каждому.